Так, ну что, играем против шахматистки Алины, или так языкается, или как называется ее ютуб-канал Алинка. Ну что, погнали. Надеюсь, все записывается. Сначала я бросил ей вызов по пуля, но когда открыл ее стрим, услышал, что лучше всего. И его будет кинуть вызов 3 плюс 2. Ну и поэтому я поменял вызов и прислал ей 3 плюс 2. Как говорится, при любых капризах. В пулю, конечно, было бы поинтересней, потому что там думать надо меньше. Ну что ж, 3 плюс 2 значит 3 плюс 2. У нас ничем не остановить. Это когда начиналось снимать ютуб, я не знаю, что ты знаешь, что... В целом моя ютуберская деятельность началась... На лечи 7. Поколу 3 недель назад. Приветствуем. Ну как говорится, сначала за здравие, закончилась логовой. Начинающий стример. Стримит на ютубе. Прямо сейчас у нее идет прямая трансляция. Ну и мы ей бросили вызов. На ютубе поездку по стране. Я каждый день не очень понимаю... Так, так, слон будет заперт. То есть грозит потеря слона. Видимо, надо ходить аж 6. Ну вот тут прям пешки прорываются. А, есть еще идея. Слон Е3, ладья Д1. Не хочется, чтобы слоника поймали. Ну, вроде бы не грозит. Пока прям ничего страшного. Будем смотреть по стоятельствам, как говорится. Ждем, ждем. С игрой какой-нибудь ладья Целочной. Так, а так она не теряет фигуру? Или что она планирует на этот ход сделать? Куда пойдет слон? Господи, можно же просто... Алина. ЕФ, я что-то очень... Куда пойдет твой слон? Так, ладно, как минимизировать потери? Ну, то есть, одну пешку в слоне точно получу. Ладья Ц8, с какой идеей был сделан ход? Ну, видимо, надо жертвовать. Ну, а что остается? Наверное, нет. Но как будто лучше... Сказать сложно. Хотя бы... У нас лишняя фигура. Так неожиданно мы... Ну, тут есть ладья Е8 какой-то ход от скуки. Так. Да. Ну, давайте дадим связочку. Такое, может, наметим. Коня. А на ладья Е8 можем пойти сюда и усилить давление на коня Ф6. Угу, угу. Так. Ну, давайте усилим сразу. А что нет-то? Ладья Д1 тоже хорошо. Еще одна связка. Ну, тогда просто напали. Не возвращайся в лону, потому что не хочется в ответ раскрывать своего короля. Просто напали. Так, напал ладья Е8, конечно. Так, а если мы пойдем сюда-насюда... Вот, ну, заодно тут... Сюда-насюда. Мы тогда... Внимание, угрозы проявляются. Взяли-взяли. Ну, давайте пока просто отойдем из-под этого удара. Не знаю. Так, ну, король верным образом отходит. Сыграем понадежнее. Зачем выпендриваться? Или вы хотите в стиле Шуры? У нас уже было. И в стиле Шуры, и в стиле диска. Ну, сейчас мы сыграли не Дей-4. Мы сыграли наш вариант. Так, нападает она на коня. Ну, давайте возьмем. Ну, и, наверное, можно так пойти теперь. Понаглеть. Да. Здесь, кстати, можно взять конем, напасть на мат. Она пойдет А6. Она пойдет А6. Выигрывает материалы. Сейчас, конечно, съест конь с угрозой мата. Нет, давайте возьмем ферзем с идеей Ф6. С угрозой мата на Ж7. Она пойдет вперед. И вот такой моток можно поставить. Я думаю, в принципе, все неплохо срастается. У нас. Так. Все у нас неплохо. Напало на пешку. Ну, а мы нападаем на мат. Мы не в пешке играем. Ну, все. Мы играем жестко. Потому что, ну, явно... Ну, какая защита от мата? Ну, видимо, вперед. И ферзь проникнет на А6. И потом сюда-сюда. И ферзь залезет на Ж7. Как говорит Хикару Накамура, и тыс, вот и тыс. Мне нравится, как никто не пишет о том, что он вообще пришел. И при этом покачивает головой. Никто не пишет. В больших наушниках. Интересно. Часто напевая какие-то песни. Так, ну, да. И тут уже от мата. Типа, хей-хей, распусти на Russian love a sex machine. Поэтому я сдаюсь. Ну, что ж. Спасибо, Алинке, за игру. Аш-от. Типа, хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей-хей.